Давайте по-честному. У вас нет ни одной причины мне доверять, если вы не были в других моих проектах и не знаете, что я делаю мегаэффективные, крутые работы. У вас за спиной множество курсов по продажам, и вы внедрили и половины, а то, что внедрили, вряд ли принесло желаемый результат. И порой просто хочется опустить руки. Вас тошнит от необходимости писать посты, не получать желаемых результатов, тратить часы на диагностики и не продавать. Но когда вы слышите адекватного, симпатичного специалиста, то у вас цепляет что-то, и появляется небольшая надежда, что, может быть, именно сейчас, именно в этот раз, получится найти тот самый инструмент, который откроет дверь в новую реальность. В ту самую реальность, где продажи – это просто. Это, собственно говоря, продажи – это просто, собственно, есть девиз продажи для психологов. Для этого нам понадобится всего четыре шага. Самое главное – сейчас можно будет расслабиться, потому что никаких навязчивых продаж у нас не будет. Мы просто пойдем по четырем шагам. Я покажу, как моя модель работает у меня, у моих клиентов, и вы решите, подходит ли это вам. Если подходит, и вы захотите себе такую же систему, я с радостью помогу ее построить. С радостью, потому что я сама кайфую от своей системы. Эта система дала мне свободу. По большому счету, я сделала наборный проект, гуляя в отпуске, отдыхая на море, купаясь на море. Перед этим, ну, если вы за мной следите, вы это знаете, перед этим я полетела на медицинскую профилактику, я сделала операцию, которая откладывалась семь лет, я летала на парашюте, я гуляла по водопадам, я учу языки сейчас, я постоянно что-то еще учу и читаю, я сменила окружение, я общаюсь сейчас с теми, кто раньше казался мне недосягаемый, я получаю признание от коллег, от учеников, от учителей, я занимаюсь благотворительностью, я могу перечислять деньги на благотворительные проекты и оплачивать работу коллег в своих благотворительных проектах. Я за такую модель, которая позволяет жить, и жить ярко, и быть полезным в своем деле, а не круглосуточно сидеть с больной головой и выгорать. Когда-то я еле-еле сводила концы с концами, и мне казалось, что у других людей есть что-то такое, что мне недоступно, что как будто бы мне, чтобы к этому прийти, нужна какая-то магия, нужно какое-то чудо, какое-то волшебство должно произойти, и мне нужно для этого еще минимум, не знаю, лет там, нацить. На самом деле все поменялось гораздо быстрее, и у вас тоже может поменяться уже. Самое сложное – это не нехватка знаний, это внутренняя система ограничений, которые мешают имеющиеся знания применить, и отсутствие системы, которая может упростить работу. Когда ты знаешь, что нужно запустить в пост, и кажется, что внутри пустота, и непонятно, о чем писать, да еще так, чтобы покупали, и это просто человека иногда размазывает, коллег размазывает. Я играющий тренер. Что значит «я играющий тренер»? Когда-то я смотрела на тех, кто продает обучение по продажам, и думала, ну да, продавать продажи легко, продажи всем нужны. А вот как совмещать продажи со всей остальной деятельностью? Ну, когда ты типа продал продажу, то ты в этом свободен. А потом же нужно еще эти консультации вести, тренинги писать, их проводить, обратная связь. И далеко не все продают деньги. Кто-то продает спокойствие, кто-то продает благополучие в семье, кто-то еще что-то. И мне казалось, что продавать продажи намного-много проще. Но сейчас я веду терапию. Я веду проект денежной расстановки на картах. Я веду терапию шоковых травм. Я веду проект социальное мужество. То есть я продаю не только продажи. Я продаю помогающие проекты. И моя система продаж сейчас требует от меня от 15 минут в день до полутора часов в день. Я отношусь к этому как к работе. И я точно знаю, что нужно сделать, чтобы эта система работала и приносила результат. И для этого нужно всего, должны совпасть всего четыре элемента. Четыре элемента. Первое – это сильное желание совершить прорыв. Это энергия и намерение. И такое знание уверенность, что вот сейчас должно получиться. Намерение, чтобы получилось. И это все, что съедает сопротивление. И мы про это будем говорить. Как включать эту энергию, как работать с этой энергией, как приводить себя в ресурсное состояние. Мы про это поговорим сегодня. Второй элемент – это сильный, востребованный продукт. Если у вас будет продукт шляпки для ежиков, вероятность, что его будут много покупать, небольшая, минимальная. Если продукта нет, то и продаж не будет. При этом консультация – это уже продукт. И далее. Третий элемент – это навык привлечения целевых клиентов. Это навык привлечения клиентов, которые хотят именно ваш продукт. И четвертое – это навык легких продаж. Навык продавать через ценность. Чтобы не нужно было уговаривать, продавать, паривать, работать с возражениями. Нужно уметь работать через ценности. Когда ценности совпадают, продажа происходит. Вот именно такой бизнес, такую модель бизнеса мы будем создавать с вами в ближайшие четыре дня. Игра, практикум, продвижение – это практикум от слова «практика». У вас будет много практики, чтобы в результате получить работающую схему. В первом уроке, сегодня, сегодня мы поговорим с вами, как включать, вот прямо сейчас, мы поговорим с вами, как включать в себе ресурсное состояние и веру в то, что у вас получится. Я вам дам небольшую практику, чтобы вы могли почувствовать уже сейчас. На самом деле, в проекте продажи для психологов, там, где я обучаю всю систему, выстраиваю, там, где мы выстраиваем эту систему, в проекте продажи для психологов, но и не только для них, я даю техники для проработки ограничивающих убеждений. Я даю техники для нейтрализации зависимости от мнения. Я даю техники нейтрализации сопротивления. Есть три вида сопротивления. Это сопротивление результату, как будто бы то, что будет в результате, может быть небезопасно. Это сопротивление процессу, это как будто бы то, что я должен буду делать в проценте, мне не для получения результата, мне небезопасно. Это скользкое сопротивление. Скользкое сопротивление – это тогда, когда я вообще не понимаю, почему я не могу. Я просто иду писать пост и нахожу себя за генеральной уборкой. Я собираюсь выйти в эфир и обнаруживаю у себя варящий борщ. Вот это скользкое сопротивление, вообще непонятно, что, почему. Вот такие большие, довольно серьезные работы и техники я даю на проекте продажи для психологов. В некоторых случаях, когда сопротивление очень сильное, можно будет в проекте продажи для психологов обратиться к специалисту по работе с сопротивлением. Будет такая возможность, есть специалисты, которые заточены на работу с сопротивлением, они будут работать с клиентами ПДП, ПДП это продажа для психологов, по символическим ценам специально для своих. Это опционально, я не включала это всем в обязанутку, у меня и специалистов-то столько нет, но по большей части расчет на то, что техники, они очень мощные, которые я даю, не могут справиться, и человек, если не мог раньше справиться с сопротивлением, он справляется, и это мега-крутые результаты, но если что-то вот из ряда вон выходящее, можно будет обратиться к спецу. Так вот, это то, что будет на ПДП. Сейчас, что вы делаете прямо сейчас? Для того, чтобы создать этот первый элемент энергии и намерения. Прямо сейчас представьте себя в том состоянии, в котором у вас все получается. Вот пофантазируйте, представьте себя, когда вот есть вы такой-либо такая, как вы сейчас, и есть некая версия вас, которая выстроила систему продаж, это всегда поддерживает эту систему продаж, как и любую систему ее нужно поддерживать, и, в принципе, все получается. И посты выходят легко, и тир, если надо, легко, видео записать легко, трафик настроить легко, все движется. Представьте очень внимательно себя в этом состоянии в самых-самых мельчайших подробностей, когда все получается легко. Конечно, что все получается в начале, через не получается, и у этой версии вас какой-то путь пройден, но у нее уже получается, она уже видит результаты, которые ей нравятся. Версия вас. Представьте в мельчайших подробностях и посмотрите, в каком состоянии находится, какой ресурс у этой версии есть, которого вам не хватает. Возможно, это дерзость, возможно, это уверенность, возможно, это смелость, возможно, это легкость, возможно, это игривость, когда играем. Давай попробуем. Давай понаблюдаем, как аудитория среагирует. Давай закинем что-нибудь такое колючее, чтобы пошевелить аудиторию. Давай. Или наоборот. Может быть, там забота и любовь. Я не знаю, понаблюдайте, важно обнаружить ту дельту между вашим состоянием сейчас и тем состоянием, в котором все получается. Какой ресурс у вас есть вы тогда, которого еще нет сейчас? Первое, что нужно сделать, это определить ресурс. Например, у нее есть уверенность и смелость, а у вас нет. Например, у нее есть игривость, она просто легко это делает. Она просто говорит, ну, есть я, есть аудитория, давай закинем пост, давай посмотрим. Она играет. Возможно, что-то еще. Какого цвета этот ресурс? Какого цвета? Какой формы? Какой температуры? Задайте характеристики физического мира этому ресурсу. Найдите, обнаружьте этот ресурс где-то в пространстве. Вот, например, это будет золотистый шар. Это очень частая метафора. Например, у вас может быть совершенно другое. Это может быть зеленая яркая звездочка. Это может быть что-то еще. Например, золотистый шар. Например, где бы он мог бы быть? Ну, вот тут он может быть, да? И вы его берете руками и притягиваете к себе на то расстояние, настолько, насколько безопасно. Вот так, как вам безопасно к себе это притянуть. И можете попробовать разместить его внутрь, прям поместить в себе этот ресурс. Посмотреть, как он распределяется. Возможно, вам его достаточно. Вы почувствуете, что вам достаточно, чтобы он был просто где-то рядом. Но вы знаете, что он в доступе. Важно. Все то, что вы сейчас делаете, это в вашем внутреннем метафорическом пространстве. Это значит, что «а у меня не получается, а шар не притягивается», не работает. Шар притягивается, если вы его притягиваете. Вы абсолютно, тотально властны над своим внутренним метафорическим пространством. Нет никого другого, кто в вашем внутреннем пространстве мог бы вам помешать. Поэтому вы притягиваете этот ресурс к себе. И если вы хотите, вы его погружаете в себя и распределяете. Если вы чувствуете, что вы еще не хотите, он просто может быть где-то в доступе, где-то рядом с вами, в доступе рядом с вами. И когда вы уже в контакте с этим ресурсом, притворитесь той версией себя, притворитесь тем человеком, у которого получается. Как будто бы вы взяли этот ресурс и шагнули в ту версию себя, у которой получается. Это довольно простая техника, она довольно эффективная техника. И все дальнейшие задания, перед тем, как вы будете заходить в задание завтрашнего дня, в задание послезавтрашнего дня, все дальнейшие задания, вы вначале, вы притворяетесь тем человеком, у которого получается, и начинаете выполнять следующие задания. То есть прямо сейчас вы обнаружили ресурс, обнаружили какой он, взяли доступ к этому ресурсу. Еще раз, это в вашем метафорическом пространстве, и вы точно можете. Вы можете, конечно, попробовать придумать себе, спрятаться за какую-то отмазку. Между мной и ресурсом стена непроходима. Возьмите руку и сдвиньте ее. Это же ваше пространство, это ваша стена. Возьмите и сдвиньте. Вам после этого упражнения всего может захотеться поспать. Можно. Выделите себе время. С большой вероятностью будет много энтузиазма, потом захочется чуть-чуть отдохнуть. Это можно сделать, это как раз нормально. Все дальнейшие упражнения вы делаете из состояния себя, у которого получается. Себя, у которого получается. Если у вас вдруг возникает такая идея о том, что я не могу себе представить той, у которой получается, либо тем, у которой он получается. У меня никогда в жизни ничего не получалось. Я не могу себе это вообще представить. Тогда представьте того, у кого получается. Ставьте меня, если хотите. Посмотрите на дельту со мной. Выберите любого другого специалиста, чью модель вы можете взять, чья модель вам нравится, и представьте его. И притворяйтесь в следующие разы, когда вы будете выполнять задание, найдите тот ресурс, который есть. Например, у меня нет у вас, какого цвета, форма, объема, и вы можете его брать. И притворяться, например, мной, либо любым другим специалистом, у которого получается, если вы никак не можете представить себя. Но я думаю, что у вас получится представить ту версию себя, у которой все получается. Дальше. Во втором уроке, когда мы будем двигаться дальше, завтра. Во втором уроке мы разберем с вами, как создать востребованный продукт-бестселлер, который захочется рекомендовать знакомым, который захочется купить и рекомендовать знакомым. Я вам покажу критерии востребованного продукта, когда он очень много и очень легко продается. Те, кто знаете, те, кто со мной не первый день, вы же знаете мои бестселлеры. Вы знаете денежные расстановки на картах, вы знаете терапия шоковой травмы, когда очередь за полгода стоит, очередь, чтобы попасть на этот проект. Вы знаете социальное мужество. И это большие, это дорогие проекты. Это проекты на 7 месяцев, на полгода. Это не что-то маленькое, что я продаю. Я продаю большие, громоздкие проекты, и они набираются все, а на некоторых проектах стоит очередь. Я покажу вам критерии, я уже говорила, покажу вам критерии востребованного продукта. И когда есть хороший продукт, им легко делиться. На третьем дне, на третьем уроке, мы с вами разберем стратегию привлечения целевых клиентов. Стратегию привлечения целевых клиентов с минимальным бюджетом и высокой окупаемостью. На четвертом уроке я расскажу, как выстроить и как масштабировать систему на высокие доходы с использованием максимальной автоматизации. Я вам покажу, как много продавать и при этом тратить мало времени. Чтобы двигаться в игре, вам нужно будет выполнять задания. Всего будет шесть заданий. Три задания, три предзадания у вас уже были. Суммарно они дают три балла. С каждого задания вы получаете балл. И три основных. Они все обязательны к выполнению. У некоторых из вас уже в предзаданиях были проданы. Не пренебрегайте заданиями, пожалуйста, даже если вам кажется, что они какие-то неважные и какие-то не имеющие отношения к делу. Первое. Обязательно ответьте в чате на вопросы. Это первое задание, основное. Обязательно ответьте в чате на вопросы. Какой продукт или услугу вы сейчас продаете? За какую сумму? Какая сумма в месяц? Вы же делали предзадание с кубиком? Если не делали, сделайте обязательно. Даже если вы не уверены, что вы будете и дальше продавать именно эту услугу, отточите систему, увидите систему. Обязательно нужно было сделать предзадание с кубиком, чтобы выбрать тему. И сейчас написать, какой продукт, либо, возможно, это ваш продукт уже существующий, какой продукт, либо услугу вы сейчас продаете, и за сколько и какую сумму в месяц вы зарабатываете. Дальше. Второй пункт. Второй вопрос. Каким способом вы привлекаете клиентов сейчас и как подводить их к первой продаже, к первой покупке и к последующим повторным покупкам? Это поможет выявить, насколько вы управляете, насколько ваша система, ваш бизнес управляем вами. Психологическое консультирование, помогающие практики, игропрактики, коучи, эзотерики, эксперты в разного рода направлениях – это бизнес, и он должен быть управляем. У вас должны быть в руках рычаги управления, вы понимаете, здесь я поднажал, зашло больше клиентов, здесь я отпустил, зашел меньше клиентов. Как вы, у вас должны быть механизмы привлечения клиентов, мы будем про это говорить. И в сопровождении к первой покупке и к повторным покупкам. Второй вопрос. Первый. Какой продукт вы продаете на какую сумму, сколько в месяц? Второй. Это каким способом вы привлекаете клиентов, и как сопровождаете их к первой покупке и к повторным покупкам. Третий вопрос, на который нужно ответить. С какими трудностями вы сталкиваетесь в привлечении клиентов и продажах? Что сложного, что не получается? С какими трудностями вы сталкиваетесь в привлечении клиентов и продажах? Четвертый вопрос. Чем заинтересовал игропрактикум продвижения? Почему решил, либо решила его пройти? Вы отвечаете на этот сет вопросов. И дальше. Пригласите коллегу, не жадничайте. Если у вас есть коллега, которому эта тема может быть интересна, щедрость, причина богатого, но вы же знаете, не жадничаем, приглашайте, делитесь этой ссылкой, ссылкой с этого канала и приглашайте коллегу тоже в этот практикум. Чем больше людей, тем сильнее коллективное поле, тем ярче результаты, тем больше идей, которые рождаются, которые можно внедрить и применить. С каждого выполненного задания вы начисляете себе баллы. Баллы мы будем проверять уже в четвертой встрече. Шесть заданий, шесть баллов. Впереди будет еще два задания. Итак, поехали. И еще один маленький нюанс. Последний день будет розыгрыш. Возможность участвовать в розыгрыше, вернее, в том, на какой приз претендовать, будет зависеть от количества у вас игровых баллов. А вот теперь погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!